Привет, я Руслан Усачев и сегодня в рамках серии видео об Иране мы посетим одно из самых парадоксальных мест в стране. ТЦ Иран Моу. И поверьте, это необычная ТЦшка. Это самая большая ТЦшка в мире. Думаю, многие из вас слышали, что Иран долгие годы живет под жесткими западными санкциями. Здесь ограничения на торговлю, на работу иностранных компаний. Здесь даже не очень работает авторское право. С правами и свободами здесь в целом некоторые проблемы. После Исламской революции в стране теократия. И правительство много в чем винит США. Запад. Оно противится западным ценностям. И, соответственно, западному образу жизни. Но при этом пару лет назад в стране открылся самый большой торговый центр во всем мире. Зачем? Как? Почему? А главное, какие здесь бренды, продукты и активности? Будем сейчас разбираться. За то, чтобы нам разрешили снимать в этом моле, мне придется надеть скарф. Начнем со сладкого. Понятно, что катком в ТЦ никого не удивить. Как насчет огромной двухэтажной библиотеки с отделкой дерева и коллекцией 45 тысяч книг? Да, согласен. Нихера ж себе. Вы еще на того стильного парня посмотрите. Также в комплекте есть упрощенная версия знаменитого персидского сада. Они постарались его многоуровневость перенести в крытое помещение. Плавно проходим по коридорам персидского рынка, заглядываем в кофейню. И рядом зеркальная комната, где практически каждый сантиметр заклеен мозаикой из маленьких кусочков зеркал. Даже звонок. Я слышал историю, что впервые такая комната появилась в иранском дворце. Когда заказали кучу зеркал для оформления, они приехали побитыми. С тех пор такие зеркальные комнаты делают и в дворцах, и в ТЦ, и в мечетях. Да, в Иран-Моле, естественно, есть своя собственная мечеть. Полностью функциональная, с разделением пополам. Женская часть, кстати, намного скучнее. Не спрашивайте меня, как я достал эти кадры. Резко меняю тему. А вы знали, что Иран занимает второе место в мире по числу операций по смене пола? Местный духовный лидер сдал фетву, что это не противоречит нормам ислама. Тут, естественно, поющие фонтаны во дворе, огромные кинотеатры и так далее. Это все ладно, но не менее интересно, что по реальным магазинам. Что продается в самом большом в мире Моле, если западным компаниям запрещено здесь открывать свои представительства? Я бы сказал, что нашел здесь штуки 4-5 знакомых брендов. Брендов, вы поняли, да, специально такой фон выбрали. Может быть, что-то еще есть? Не все обошли. Но в остальном это какие-то местные марки. Здесь настолько любят ковры, что в магазине ковров есть ковровые книги. Может быть, кто-то из вас в комментариях уже написал, что знает более крупный Мол. Может быть, даже кто-то ляпнул глупость про Дубай Мол. Ничего страшного, не переживайте. Бывает с каждым. Я поясню сейчас. Площади Молов можно по-разному считать. И Иран Мол лидирует по показателю Gross Leasable Area. То есть, суммарная площадь, которую можно арендовать. А у них здесь, помимо четырех этажей магазинов, еще отель, выставочный центр. И вот так, видимо, на рекорды набралось. Гуляя по ТЦ, невозможно не задаться вопросом. А зачем нужно было строить такой огромный Мол, если потом никто не арендует эти площади? Тут действительно огромное количество пустующих вот этих магазинных ячеек. У меня есть предположение, что здесь замешана ядерная сделка. В середину нулевых шли переговоры Совета безопасности ООН с Ираном. Никто не хотел, чтобы страна бесконтрольно обогащала уран и сделала свою собственную ядерную бомбу. В 2015 году подписали соглашение. Иран делает свою ядерную программу прозрачной, а с него снимают санкции. Естественно, иностранный бизнес тут же ринулся в Иран. Потому что Камон — это нефтяная страна Персидского залива. И умным решением было заранее подготовить здесь торговые площади. Например, построить огромный Мол. Вот только примерно в то время, когда заканчивали строить первые части Иран-Мола, президентом США стал Дональд Трамп. Он заявил, что ядерная сделка была ошибкой и вышел из соглашения. Упс. Санкции вернулись, и теперь некому занимать все эти площади. Самое грустное место в Моле — это автошоурум. Наверное, планировалось, что здесь будут стоять лучшие машины известных мировых брендов. А в итоге вот так. Пустовато. Есть кафе с фотографиями хороших машин. Остальное — это китайские бренды, пара некромерсов и магазин фанатов БНВ. Сейчас хочу посмотреть, что продается в продуктовом. Здесь у них какой-то аналог Карфура, судя по логотипу. Кир считает, что никто в России не знает, что такое Карфур. Но я точно знаю, что он есть в Грузии. Поэтому многие россияне знают, что такое Карфур. К сожалению, в этом магазине еще жестче с запретом на съемки, чем в остальном Моле. Поэтому будем ухищрения разные применять. Теперь самый сложный этап. Смогу ли я найти хотя бы одну знакомую вывеску на местном фудкорте? Ну... Ну, вот это похоже на Панда Экспресс. Причем я обратил внимание, что многие местные заведения готовят сразу все. И бургеры, и пиццу, и салаты, и пасту. Лазанья — слово забыл. Все готовят. Немного другой здесь подход. В общем, раз здесь все такое непонятное, то я решил взять что-то максимально похожее на мой любимый чипотли. Тут есть чипель. Бургерная и художная. И ничего мексиканского. Пойдет. В общем, я себе взял боул с гуакамоле в чипеле. На этом мы и закончим знакомство с Иран Моллом. На канале вас ждет еще другие видео об Иране. Не только об Иране. С вас лайки, подписки и пожелания приятного аппетита. Неплохо, кстати. Соус интересный.